Семья – это самые близкие и самые родные люди. Каждая ячейка общества является первой ступенью социализации человека. И именно с семьи для каждого из нас начинается весь мир. Поэтому благополучие семьи, в которой воспитывается достойное поколение, можно с уверенностью считать мерилом развития и прогресса всей страны. Ярким примером этого является чета Поповых из Заула Адыге Хабль. Мы очень хотели большую семью. Я думаю, что любая семья – это ячейка общества. И мы очень рады, что у нас такая большая дружная семья. К каждому прислушиваемся, всегда находим общие решения для всех. Стараемся уступать друг другу, понимать друг друга. Наверное, это самое важное в жизни. Среди гостей торжества, приуроченного к Международному дню семьи, были и близкие и родственники участников специальной военной операции. Зулета Назировна Кербижева – мать пятерых детей. Один из ее сыновей сегодня находится на передовой, где с честью и достоинством защищает свое отечество. Когда он пришел ко мне, говорит, мам, я хочу вашего благословения, я даже не спросила, по какому поводу. Я сказала, я всегда тебя благословляю. Я всегда выбираю то, что ты душой, сердцем и разумом выбираешь. Естественно, я должна балансировать и его, поддержать его, дух его, чтобы он не мельчешил, не ожесточился, не… Ну, там всякое бывает. Там всякое можно увидеть. Однако мама должна делать все в ее силах. Для каждого ребенка мама – это самый главный человек на земле. Это самая большая поддержка и опора, говорит Зулета Назировна. Мама – это очень ответственная профессия, скажу. Она должна быть очень коммуникабельная, сдержанная. И огромное терпение. Всероссийский конкурс «Семья года» проводится уже восьмой год. Его организаторы – Фонд поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, совместно с Министерством труда и социальной защиты Российской Федерации. Ежегодно регионы страны выдвигают лучшие семьи в финал конкурса. Призеров регионального этапа поздравила заместитель председателя правительства Карачао-Черкесии Ирина Гербекова. Мы с огромной благодарностью сегодня хотели еще раз сказать о тех мальчиках, о наших сыновьях, мужлях, которые сегодня защищают нашу Родину, и за которых мы болеем душой, так и как говорили. Вы знаете, что сколько усилий перелагает в Главарийском мальчиках, чтобы испечь, потому что мы обеспечили всем, где там, помочь во всем. И как он заботится о семьях. Мы сейчас вот буквально 1 июня открываем фонд защитника Отечества, в котором каждая семья, в которой есть защитники, может обратиться с любыми абсолютно вопросами. Образцовую ячейку общества в ходе конкурса определяют в пяти номинациях. Это «Золотая семья», «Семья – хранитель традиций», «Сельская семья», «Многодетная семья» и «Молодая семья». В своем выступлении министр труда и социального развития Карачао-Черкесии Руслан Шаков отметил, что внутренняя государственная политика России в отношении материнства и детства всегда имела приоритетное значение, так как именно семья является основой государства. Слово «Изначение» и «Защите семейного очага» предъявляет, конечно, вам, уважаемых наших женщин и наших материн. Кланяемся вам настоящие кружницы. Спасибо вам за чуткое сердце, нежные и умелые руки. Я еще раз хочу обратиться ко всем родителям, к нашим материалам, супругам, к нашим бойцам, участникам специальной поляной операции. За вашу выдержку и терпение. За воспитание настоящих защитников Родины. Мы гордимся нашими бойцами за их мужество и героизм. И, конечно, ждем их с победой. По итогам регионального этапа конкурса победу одержала семья Алакаевых из Ногайского района. И именно они представят Карачаво-Черкесию в финале общероссийского конкурса «Семья года». Напомним, что его главная цель – это повышение общественного престижа семейного образа жизни и пропаганда традиционных семейных ценностей в нашей стране. Мадина Братова, Андрей Дорошенко. Итоги недели. КОНЕЦ КОНЕЦ КОНЕЦ